120 тонн сельхозпродукции на ярмарку в Нур-Султан привезли из Западно-Казахстанской области. На ярмарке была представлена продукция 80 сельхозпроизводителей региона. Фермеры привезли 65 тонн говядины и конины, 15 тонн различных видов колбасных и консервных изделий, 5 тонн свежей рыбы и многое другое. Цены на ярмарки были традиционно ниже рыночных. В Нур-Султане смягчили карантин. Общественный транспорт теперь курсирует и по субботам. Все для того, чтобы людям было проще добраться до места торговли. Традиционно на ярмарку съехались крупные агропромышленники и владельцы небольших хозяйств. Каждый привез лучший продукт, то, чем действительно можно гордиться. В этом году, как и в прошлом, была засуха. Чтобы вырастить урожай, фермерам пришлось трудиться в очень непростых условиях. Поэтому труженики поля активно с безобидным хвастовством и гордостью демонстрировали свой товар. А жители и гости столицы закупали вкуснятину по доступным ценам. Наливные помидоры, сдобная выпечка, душистый мед, живая рыба и много чего еще. Народ подустал от порошкового молока и безвкусных помидоров. Поэтому эко-продукты раскупали быстро. Все мясо, яйца, все закупаем. Молочные продукты полностью все покупаем. Цены на продукцию, по словам организаторов торговли, на 15-20% ниже рыночных. Килограмм говядины здесь можно было приобрести за 1900 тенге. Хороший выбор, по словам покупателей, плодово-ягодных и бахчевых культур. Ярмарки агропродукции – один из действенных способов наладить реализацию продуктов питания без посредников. Традиционно товаропроизводителям и поставщикам торговые места были предоставлены на безвозмездной основе, что позволило снизить торговую накрутку до минимума. Чиновники теперь планируют чаще проводить ярмарки, налаживать сотрудничество между производителями и ритейлерами. 120 тонн различных у нас здесь продуктов, 80 производителей и 12 районов сельскохозяйственных наших производителей здесь тоже участвуют. В основном наши сельхозники привезли сегодня больше говядину, конину и другие товары. Сейчас очень большой спрос на мясные продукты, как вы заметили. Низкие цены позволяют людям заготовить продукцию на несколько недель и производителям удобно, не надо думать где и как хранить продукцию. Но сами по себе ярмарки вопрос ценообразования не решат, так как они являются производной более глубинных процессов, уверены экономисты. Государство должно своевременно заниматься закупкой сельхозпродукции у населения и ее хранением, чтобы выходить со встречной торговли в моменты роста цен. Для того, чтобы остановить анархию цен, необходимо возродить госторговлю, потребкооперацию, а в некоторых случаях колхозы и совхозы, полагают эксперты. А пока бабушки на самых бойких местах торгуют с асфальта. Не до комфорта успеть бы продать до прихода полиции. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро ТДК-42